Добрый день, дорогие друзья! Функционирующий под управлением Android, а точнее платформой Android TV. Сердцем устройства служит новейшая и наиболее производительная однокристальная система на рынке – Tegra X1. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ. Флэш памяти предусмотрено 16 ГБ. Само собой, для игровой приставки этого мало, поэтому поддерживаются карты памяти MicroSDXC объемом до 128 ГБ. Также в активе консоли адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Порты Ethernet, HDMI 2.0, 2.USB 3.0, microUSB и инфракрасный порт. Nvidia Shield способна выводить изображение формата 4K при 60 кадрах в секунду. Само собой, такая производительность нужна отнюдь не для игр из Play Market, которые в принципе не способны использовать потенциал Tegra X1. Nvidia специально для новой Shield перенесла на платформу Android множество компьютерных игр. Пока достоверно известно о таких проектах, как Doom 3, BFG Edition, Resident Evil 5, The Talos Principle, Metal Gear Solid Revengeance, Limbo, Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel и даже Crysis 3. Всего на момент старта продаж обещают около 50 игр. Но перенести все игры задача просто непосильная. Поэтому новая консоль поддерживает сервис Nvidia Grid. Напомним, это сервер для обслуживания игровых потоков с видео высокого качества. То есть игра обрабатывается на серверах Grid, а не самим устройством. Также консоль поддерживает голосовое управление. Микрофоны для этих целей расположены как на самой приставке, так и на игровом контроллере. В продаже новая Shield появится в мае по цене 200 долларов. За эти деньги покупатель получит комплект из самой консоли и одного игрового контроллера. Последний, кстати, оснащен аккумулятором, который должен обеспечить до 40 часов работы. Отдельно будет доступен и фирменный пульт для телевизора под названием NVIDIA Remote, а также специальная подставка для вертикального расположения консоли. Компания Logitech пополнила свой ассортимент новой игровой мышкой G303. Если точнее, то название у манипулятора достаточно длинное. G303 Daedalus Apex Performance Edition В основе новинки лежит оптический датчик с фирменной технологией Delta Zero. Разрешение сенсора при этом достигает 12 000 точек на дюйм. Производитель утверждает, что новинка основана на одном из наиболее передовых датчиков на рынке. Для обработки данных используется 32-разрядный процессор на архитектуре ARM. Датчик позволяет отслеживать перемещение мыши с ускорением до 40 G. Частота опроса составляет 1000 Гц. Также Logitech заявляет, что срок службы кнопок достигает 20 миллионов нажатий. Из остального можно выделить специальную технологию натяжения пружин, что должно положительным образом сказаться на ощущениях от работы с мышкой, а также подсветку, которая может отображать 16 миллионов цветов. Стоимость новинки – 70 долларов. В каталоге компании Tessera появилась механическая клавиатура Excalibur Spectrum, особенностью которой является настраиваемая подсветка. Пользователь может выбрать цвет подсветки каждой клавиши из 16,8 миллионов оттенков. Кроме того, предусмотрены разнообразные световые эффекты, включая ритмичное увеличение или уменьшение яркости, циклическое изменение цвета, изменение цвета в ответ на нажатие. Возможно подсветка отдельных зон, выбор одного из пяти уровней яркости и сохранение настроек в пяти профилях. К компьютеру клавиатура подключается по интерфейсу USB. Частота опроса составляет 1000 Гц. Для хранения макрокоманд клавиатура оснащена 512 килобайтами встроенной памяти. Ресурс клавиш – 60 миллионов нажатий. Цена Tessera Excalibur Spectrum примерно равна 140 долларам. Продажи начинаются в текущем месяце. Компания Qualcomm продемонстрировала технологию SenseID 3D Fingerprint, которая призвана наконец-то воплотить в жизнь идею сканирования отпечатков пальцев посредством всего дисплея мобильного устройства, а не при помощи отдельной клавиши. Разработка Qualcomm использует ультразвуковые волны для сканирования поверхности пальца. При этом главная особенность технологии заключается в том, что непосредственно сам датчик может находиться внутри устройства. К примеру, под дисплеем. Суть в том, что для датчика не являются преграды экран или защитное стекло смартфона. Благодаря этому нет необходимости интегрировать емкостный сканер в механическую кнопку или размещать таковой на тыльной стороне аппарата. Представители компании заявили, что уже во второй половине текущего года мы сможем увидеть реализацию SenseID 3D Fingerprint в готовых устройствах. Это были самые интересные новости прошлой недели. О значимых новинках с выставки Mobile World Congress 2015 можно узнать из наших предыдущих выпусков и репортажей. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.